Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева, в эфире программа «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы станет архитектор Центра компетенции по вопросам городской среды Анку Гасич. Анку, здравствуйте! Здравствуйте! Анку, вы как архитектор видите дома совсем по-другому. Если для нас они прежде всего место проживания, то для вас это смешение стилей, геометрия пространств. А в Якутии еще вековые традиции, национальные традиции смешаны со сложными техническими решениями. Как вы могли бы описать и назвать тот архитектурный стиль, который родился в нашей республике? Ну, если говорить про якутский архитектурный стиль, то, наверное, можно сказать, что он зародился очень давно. У него есть в самом деле свои особенности, в том числе и конструктивные. И как раз эти особенности, они строятся из внешних условий, которыми были подвергнуты наши предки. Это очень холодная зима, долгая, короткое жаркое лето. И в этих условиях приходилось как-то выживать, жить, заводить семьи. И из этого родилась уникальная архитектура, которая работает на своем конструктиве. Якутск вошел в пятерку самобытных городов России по версии журнала Global Times. А как вы думаете, что вот приехавший в нашу республику ожидает здесь увидеть? Сейчас, мне кажется, появился новый вид туриста. Это турист, изучающий. К нам приезжают профессиональные сообщества, архитекторы, конструкторы, которым интересно, как мы работаем с деревом, как мы переводим традицию, форму. Одно дело посмотреть на фотографиях, как это все красиво, а другое дело увидеть вживую. Как все получается, можно потрогать руками. В этих проектах Покровск и Нюрбай – это победители всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». И там можно было увидеть, как, мне кажется, даже рождается новая якутская архитектура. Меняются не только столицы нашей республики, но и другие города. Как вы считаете, за последние годы вообще изменилась ли наша республика, города и поселения, и как они изменились? Города и поселения меняются. В самом деле, сейчас появился запрос на формирование окружающей среды. То есть у нас меняются общественные пространства, дворовые пространства. Мы это замечаем. И в последние два года нам удалось поездить по разным районам республики, где мы также работаем. Как сказать, работаем с поселениями, с городами. И они очень легко идут на контакт. И хотят, чтобы в месте, где они живут, наконец-то что-то стало улучшилось, становилось красивее. Где можно было бы проводить время с семьей, с друзьями, гулять. У людей появляется запрос на свое свободное время. Как мы должны его проводить? А вот интересно, вы сказали, что ездили по разным лусам нашей республики. Есть ли у них свой функциональный или архитектурный код? Есть понятие дизайн-код, про который мы говорили. Дизайн-код, например, разработан в городе Якутске для проспекта Ленина. Это хороший пример. Его делала студия Артемия Лебедева, по которому мы также учимся делать другие дизайн-коды в других городах и поселениях. И, например, первым, кто решился на этот эксперимент, было село Бердегистях. Администрация села Бердегистях вышла на центр компетенции с запросом, помочь ему повысить качество благоустройства у себя в селе. Мы, Елена Дмитриевна, главная архитекта республики, предложила, давайте мы вообще сделаем дизайн-код всего села. Сюда будут входить и навигации, и примеры вывесок, и остановок, и скамеек, и УР. Администрация тогда, давайте, давайте это сделаем. Вот. И тот год мы работали, привлекали студентов. Это была очень большая работа, наша первая работа. Студенты СУФУ, студенты АГИКИ проводили анализ вместе с центр компетенции. И потом мы подключили архитекторов из базы 14, которым передали все эти материалы. И уже на их наработках у нас получились красивые, достойные, на мой взгляд, примеры комфорта сельской среды. Работа продолжается до сих пор, и это беспрерывно, на самом деле, процесс. Всегда можно что-то улучшить, всегда можно что-то подправить. Этот процесс недолгий, но он уже начался, и можно прямо сейчас даже туда поехать, посмотреть. Интересно очень. Вот вы заговорили об общественных пространствах, да, я хочу немножко продолжить эту тему. Имеется в виду и какие-то арт-объекты, и площадки, и парки, и скверы. Вот если мы говорим о мелких и крупных проектах. А вообще, вот как изменился подход к созданию вот таких вот пространств? Есть какие-нибудь интересные практики? Мы стараемся работать, во-первых, с населением, с жителями. То есть дизайн-код, тот же дизайн-код Бердегистяхи, он не появился из нашей фантазии. Это была очень долгая, кропотливая работа по изучению самой территории и по общению с жителями. Например, логотип того же Бердегистяха сделала студентка, предложила студентка локтического института. И чтобы его выбрать, мы устроили голосование. Среди жителей провели голосование, провели опросы, спросили людей вообще, нравится ли им это, что нравится. И вместе с жителями выбрали новый бренд, образ села. Да, это длительный процесс. И, например, когда мы работаем с населением, мы стараемся вовлекать его во все этапы проектирования. То есть даже еще, когда нет проекта, когда даже нет идеи проекта, мы разговариваем с людьми, спрашивая, что здесь не так, почему здесь дорога такая. Что для вас ценно в этом месте. И когда получаем от них эту информацию, уже начинается проектирование, работа с проектом. И когда готов первый дизайн проекта, первый эскиз, мы опять выходим к жителям и говорим, нравится ли вам это, чувствуете ли вы, что это ваше. Вы будете гулять, вы будете ухаживать за этой территорией. Как на эти пространства влияет наш климат? Есть какие-то интересные методики, подходы или это проекты-трансформеры? В проектах общественных пространств мы стараемся работать так, чтобы, например, парки или скверы работали круглый год. У нас очень короткое лето, оно самое насыщенное. А зимой чаще всего эти пространства пустуют, там нечем заняться. И как сделать так, чтобы пространство жило круглый год? Вот. Наверное, надо добавить какие-то элементы тепла. Например, теплый павильон или кофейня, где проводятся мастер-классы. Может, как мы делали в проекте Томото, нужны какие-то очаги для рук внешние, где можно погреть руки. Еще это игра со светом. У нас же очень радно темнеет зимой. Почему бы не предложить какой-то дизайн-код для зимнего периода? А где вы черпаете идеи? Вдохновение приходит обычно во время работы, когда у тебя уже есть набор каких-то правил, которые ты установил себе. И после того, как ты начинаешь над ними работать, то процесс как-то сам собой запускается. Ты уже думаешь, павильон должен быть специально такой формы, скамейки должны быть именно такие, освещение должно быть именно здесь. И вот такое. И только в процессе работы вырабатывается. Анку, вы не раз говорили, что нужно, прежде всего, перед работой поговорить с жителями, узнать, какие у них проблемы, какие у них запросы, какие у них желания. Но я сейчас знаю, что обсуждение многих вопросов уже переносится на открытые площадки. Например, сейчас идет онлайн-голосование по благоустройству территорий 13 районов республики. Это осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и формирование городской среды». Вот как вы думаете, почему так важно привлекать жителей нашей республики и всей России на открытые обсуждения? И как их вывести из домовых чатов на открытую дискуссию с администрацией города? Ну, должна сказать то, что сейчас жители, они лучше идут на контакт, чем даже два года назад. Теперь появилось какое-то, мне кажется, доверие со стороны горожан, сельчан по отношению к администрации, к власти, к людям, к исполнителям, в общем, кто этим на самом деле занимается. И это неспроста, так как мы видим результаты нашей работы в тех городах, которые я перечисляла, в тех поселениях, в которых я перечисляла, и где сейчас мы работаем. Поэтому, ну, не знаю, это все равно, мне кажется, надо работать нам вместе. Та же администрация, это и те же горожане. И не осознавать себя горожанином, в первую очередь, это, наверное, ошибка. Ну и вот, и когда население видит то, что, когда они приходят на воркшопы, занимаются, они чувствуют, что их слушают, да? Они знают то, что их слушают, и по тому, что они говорят, делаются уже какие-то, принимаются какие-то решения. Вот это самое важное. То есть, когда мы привлекаем население, это не для галочки. Мы хотим, чтобы они нам помогли. А мы им нужны для того, чтобы появилась, наконец-то, качественная среда какая-то вокруг. Ну и благодаря интернету, инстаграму, там, другим социальным сетям каким-то, сейчас стало намного проще выходить на связь с людьми и уже даже формировать команды среди этих людей, да? Вот наш центр компетенции, это как раз-таки площадка для всех, кто принимает участие в жизни города или села. И здесь мы у нас встречаемся, говорим с администрацией, с предпринимателями, с жителями и пытаемся вместе уже принимать какие-то решения. Ну, внутри этого процесса всегда же стоят во главе городские власти. А как вы думаете, как можно найти общий язык с гражданами? Вот не всегда на самом деле стоят городские власти во главе. Часто бывает, что сами жители приходят к нам и говорят, нам нужен нормальный сквер, помогите нам его сделать. Как нам этого сделать? Мы выходим на администрацию, мы общаемся с ними. Обычно даже у жителей бывают свои проекты какие-то, свои идеи. Они приходят к нам с ними, и мы уже соединяем их. То есть не бывает так, что жители отдельно, администрация отдельно, бизнес отдельно. Это все комплексные. Мы должны вместе принимать комплексные решения. Так как мы живем на одной территории. Сейчас очень много молодых людей мечтает стать архитекторами. Что бы вы могли бы им посоветовать? Мне кажется, это как с врачом. Чтобы стать архитектором, надо жить архитектурой. Это не работа с 9 до 6. Это постоянная работа. Это постоянная работа и обучение. Приготовьтесь к тому, что надо будет учиться с утра до ночи. Таскать с собой тяжелые планшеты. Разбираться в разных стилях архитекторов. Разбирать эпохи, знать историю. Архитектура не замыкается только на зданиях и общественных пространствах. Это на самом деле все, что нас окружает. Анку, в конце нашей программы мы каждому гостю задаем 3 специальных вопроса. Итак, готовы? Первый вопрос. Главная черта характера настоящего якутянина? Может терпеливость. Может потому, что кончилась зима, но мне кажется терпеливость. Мы всегда ждем, когда наступит тепло. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? В Якутии никогда не стоит забывать о том, что вокруг есть доброжелательные люди. Здесь всегда помогут. Хотя внешне кажется, что мы такие закрытые и зажатые. Но на самом деле, мне кажется, чувство творчества всегда есть в каждом якутянине. Когда вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Ну да, надеюсь, я увижу, как наша работа сегодняшняя повлияла на будущее окружение. Надеюсь, все станет лучше. Просто хочется в это верить и не хочется себе делать каких-то апокалиптичных прогнозов. Что ж, огромное спасибо Анку за то, что поделили своим мнением о развитии нашей республики. Эфир нашей программы подошел к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале НВК Саха.